Друзья, сегодня мы с вами будем печатать деньги. Китайцы, как всегда, впереди планеты всей, выпустили новую версию печатной машинки. Что это такое? Сейчас с вами посмотрим, разберемся. Вы на канале просто посылка из Китая. Меня зовут Игорь и поехали! Товарчик пришел в небольшом пакетике. Цена его была 1.06. Доставка 16 дней. Ссылка на продавца будет под этим видео в описании. Самая быстрая доставка и самая недорогая цена. Давайте открывать, да и смотреть, что же тут за новая версия. Сейчас объясню, в чем прикол. Посмотрите видео дальше. На первый взгляд, в машинке в этой ничего необычного, вроде как и предыдущая. Только здесь вот есть особое вкрапление. С помощью них переносится реально уже не из обычной бумаги, а сразу можно увеличивать купюру. То есть, если мы сюда поставим, к примеру, 1 бакс, то с другой стороны у нас вылезет 2 бакса. Давайте посмотрим, как это все работает. Но у нас баксов сейчас нет. Попробуем разогнать с гривен. Давайте сейчас попробуем напечатать хотя бы 1 гривну. Итак, сюда вставляем нашу бумажечку и здесь просто начинаем вращать. И у нас с другой стороны, по идее, должна... О-о-о, все в принципе работает. Смотрите, реально круто. Все отлично. Так, достаем гривночку, смотрите. Сейчас посмотрим на качество. Ну, в принципе, очень даже похоже. И я думаю, что, конечно же, прокатит, если будете гривнами расплачиваться. Вот даже полосочку эту напечатала. Давайте теперь засовываем сюда 1 гривну и попробуем напечатать что-нибудь побольше купюру. Что она нам выдаст из 1 гривны. Ну что ж, вставляем 1 гривночку. И пробуем печатать. Так, в обратную сторону. И пятерочка. Пятера полезла. Все отлично. Сейчас сравним. Смотрите, пятерочка, в принципе, так же похожа. Вот, настоящая. И вот, ну, по цветам, в принципе, совпадает. Давайте теперь будем сюда ложить пятеру и пробовать, что она нам дальше выдаст. Так, с пятерочки у нас получилось двадцаточка. Отлично. Смотрите, вообще, все супер. Чернила еще есть. Теперь ложим двадцаточку. Давайте посмотрим на чернила. Ну, в принципе, еще вроде бы как бы есть. Так, давайте ложим двадцаточку. И пробуем печатать. Смотрите, все как получается у нас. Так, двадцаточка. Готовься. Что ты нам покажешь. И... О, круто! Это будет 200. Это двухсотка. Реально умножает прям в 10 раз. Смотрите, настоящее. Очень похоже. Прям такие ровненькие, классные, аккуратные. Все прощупывается. Реально 200 гривен. Так, давайте теперь 200 засовываем. Нужно больше золота. Да, это же супер. Да, это вообще круто. Смотрите, 500-ка. Ну, что же дальше будет? Ведь купюр больше нет номиналом. Ну, жадность все равно такое дело, что хочется и дальше продолжить. Давайте, ставьте лайк. И я буду сейчас дальше делать, что же будет из нашей 500-ки. Я готов и вы готовы. Поехали. О, опасно. Это очень опасно. Итак, 500-ка. Запускаем. И... Ура! Ура! Круто! Это же 100 баксов. Я вообще не ожидал. Вот китайцы. Ну, красавцы. Смотрите. Настоящее 100 баксов. Вот это да. Это круто. Но хочется же еще. И поэтому мы сейчас запускаем туда 100 баксов. Фух, жарко. Но я готов это сделать. Жадность такое дело. Но мы все равно хотим больше с вами денег. Запускаем. Вроде бы все должно быть хорошо. О, нет. О, нет. Жадность погубила. Ребята, смотрите. Получилось 1 гривна. 100 баксов больше нет. И ничего у меня, наверное, не получится. Сейчас попробую еще гривну туда обратно засунуть. Может, все-таки будет работать. Ай, нет, друзья. Ничего не работает. Машинка сновалась. И теперь это опять это же гривна. Вот такие дела, друзья. Не повторяйте моих ошибок. Лучше сразу остановитесь на 100 баксов. И я думаю, вам хватит. Сама машинка стоит 1 доллар. И вот можно получить 100 баксов. Все, чернила закончились. И она свое, наверное, исчерпала. Я что ж, надеюсь, что вам видео понравилось. Это, конечно, у нас развлекательное, юмористическое видео было. Сильно строго. Не судите. Я думаю, вы уже много видели таких машинок. И будем открывать с вами дальше интересные, прикольные товары. С вами был Игорь. Канал «Просто посылка из Китая». Ставьте большие пальцы вверх. Подписывайтесь, кто еще не подписан. Желаю вам достатка, удачи, позитива. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok